Олеся Петрова – лауреат республиканского конкурса «Учитель года Дагестана-2022». Это случилось совсем недавно. В эту субботу Олеся Васильевна удостоилась самого почётного звания. Сейчас ей гордится весь Каспийск, родные, близкие, руководство и педагоги 14-го лицея, где Олеся Васильевна работает завучем и преподает русский язык и литературу. Как признаётся она сама, учителем стать она не мечтала, работала журналистом, но жизнь повернулась иначе. Об этом и рассказала сегодня. Вообще у меня мечта в школе не была работать, честно скажу. Но вот как-то интуитивно так получилось, что я туда попала. У меня династия такая хорошая, педагогическая. У меня мама-воспитатель, бабушка-педагог, прабабушка-педагог, две сестры, они тоже у меня педагоги. То есть такая у нас династия. Мечтала в школе стать журналистом. Прям очень сильно этого хотелось, к этому стремилась, поступила на филфак. Ну, чтобы фундаментально, у нас педагогически очень хороший университет. И там давали фундаментальные знания филологические. И поэтому туда поступила. После университета пошла работать в телекомпанию. Год там работала. Но были некоторые трудности, наверное, больше финансовые. И вот предложили пойти в школу. Я с удовольствием туда пошла. И потом начало получаться. С этой профессией Олеся Васильевна неразлучно уже 10 лет. И сейчас не жалеет об этом. Она видит себя в образовании, чувствует самореализацию, отдачу своих воспитанников, что является главным стимулом и мотивацией к работе. Когда ты получаешь удовольствие от работы и видишь, что ты кому-то здесь нужен, и делаешь такое хорошее дело, тогда, наверное, ты на своем месте. Участие в конкурсе это только подтверждает. Как отмечает педагог, для победы было сделано немало. Олеся Васильевна подошла к этому серьезно и грамотно. И результат не заставил долго ждать. Она достойно выступила на муниципальном уровне. И хоть идти дальше было в разы сложнее. Помогли победить опыт, знания и помощь коллег. Ну, я точно понимала, идя на конкурс. У меня, да, у меня есть опыт, у меня есть чем поделиться. То есть, ну, это некий такой, наверное, может быть спонтанное с одной стороны решение, а с другой все равно я к этому шла и шла к этому не один год. Поэтому здесь вот, наверное, вот так вот все закономерно оно случилось. Муниципальный этап понравился. Он был такой легкий, позитивный. Он был такой на одном дыхании. И все это вот как-то так легко и интересно. Республиканский уже этап был сложный. Конечно, и уровень педагогов, он немножко повыше уже. И действительно с профессионалами, когда сталкиваешься. И хотелось, ну, вот прям показать что-то, что-то чем-то вот удивлять. Для того, чтобы победить, Олеся Васильевна разработала научно-исследовательскую концепцию, подстроенную под реалии современного образования. Отрабатывала каждое направление, устраивая классные часы своим ученикам. Старания конкурсантов оценивала строгая жюри профессионалов. Также было жюри, состоящее из детей и родителей. Проводились пресс-конференции, где участники должны были проявить стойкость и уверенность. И мне кажется, вот кто участвовал в этом году, это точно уровень на ступеньку выше. Ну, вот в связи с тем, что была глобальная колоссальная работа проделана именно с нами. То есть, с одной стороны, это были конкурсные испытания, а с другой, это была такая, ну, методическая, профессиональная помощь и развитие. Несмотря на то, что Олеся Петрова уже является лучшим учителем республики, она продолжает работать над собой, совершенствоваться и становиться лучше. Самое главное, считает она, это быть собой, быть раскованной, не искусственной. И тогда все получается. Сейчас она уже начинает настраиваться на новый, более масштабный всероссийский уровень. Ты лучший учитель республики, да, это действительно почетное и хорошее такое звание. А с другой стороны, думаешь, выиграешь, это же значит, надо все лето не спать. Это же значит, надо же вот очень много всего сделать, чтобы сейчас достойно представить республику на всероссийском уровне. Для меня это важно. Для меня важно в том отношении, что я знаю, что здесь у нас много хороших педагогов, достойных, интересных, грамотных, профессиональных. И мне хочется, чтобы вот на России мы позиционировали себя, вот и я, ну, в том числе, как успешная республика в рамках образования. Для меня это важно, и для меня это ответственность, это доверие. И, конечно, вот этот груз для меня гораздо сильнее, чем эмоции, как это классно и здорово. Руководство и педагоги Каспийского лицея номер 14 испытывают многогранную гордость за своего педагога. Директор Эльмира Джабарова, которая 15 лет назад также стала учителем года, отмечает в ней открытость и полную отдачу своему делу. Замечательный коллега. У меня прекрасные заучи. Вот она является заучи старшей школы, и есть замечательные заучи у меня начальных классов. Гилева Марина Николаевна. Я благодарна судьбе вообще, что они работают со мной. Мы вместе в одном тандеме, как говорится, в коллективе. И стараемся достигать каких-то вершин, повышать качество образования. Отметим, что данное образовательное учреждение функционирует меньше года. Но у него уже есть большие результаты – победы в трёх республиканских мероприятиях. И это только начало. Эльмира Джамалуддиновна выражает благодарность администрации города, управлению образованием и Каспийскому центру образования школы номер 15 за организацию муниципального этапа. И отмечает, что с этого момента коллегия 14-го лицея будет прилагать максимум усилий, чтобы помочь Алисе Петровой достойно показать Дагестан на всероссийском уровне.